Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске есть мнение». На последнем заседании Думы города были озвучены цифры среднемесячной зарплаты бийчан за первое полугодие. Итак, средняя зарплата составила больше 26 тысяч рублей, а на крупных предприятиях больше 30 тысяч рублей. Сегодня мы узнаем мнение бийчана, соответствуют ли их зарплаты этим показателям и хватает ли этих денег для того, чтобы прокормить семью и достойно встретить праздники. Нет, я думаю, это преувеличено на пару тысяч. Думаю, это недостоверные данные. У меня заработок больше, но он неофициальный. Я считаю, что простым людям можно встретить праздники на эти деньги. А как понять простым людям? Среднестатистическим бийчанам, которые зарабатывают, как вы говорите, 20 тысяч рублей в месяц. Я думаю, нет. Как бы не то, что думаю, я уверен, что нет. А почему? Можете объяснить свое мнение? Это мало. Цены же можно увидеть в магазинах, допустим, вообще. И несовместимость с этими доходами. Мне трудно сказать, потому что я давно на пенсии и реальные цены, зарплату не могу. Но это немного, конечно. А как считаете, на эти деньги можно прокормить семью и достойно встретить праздники? Ну, вопрос спорный. Какая семья? Если два человека, может быть. А нормально? Нет, конечно. 25 тысяч – это не деньги, имеем в виду прожиточный минимум. Не хватает их, не хватит никогда. Поэтому вот и все. Это я вам скажу без всякой боязни. И что у нас их нет, этой средней заработной платы. Может быть, есть они, Ваня, их тебе говорят, промышленных предприятий. А так, вот, подойдите к продавцам. Что они вам скажут? Есть у них такие деньги или нет? Нет. Нет. Очень трудно прожить на эти деньги. А почему? Можете объяснить свое мнение? Ну, потому что цены растут, а зарплата не увеличивается. Вот. А очень дорого покупать и одежду, и детям, например, себе саму. Поэтому... А в целом, вот, Ваша зарплата соответствует этим показателям? Нет. Я думаю, нет. И на праздники этой суммы будет недостаточно. Тем более, сейчас многие на больничном люди, в связи с обстановкой сложившейся... Кто-то на себя работает, денег вообще получает, себя дома не получит. Кто-то на предприятии позже будет больничный. Поэтому нет. Мне кажется, это не хватит. На праздники однозначно. А в целом, совпадают ли эти цифры с действительностью? И вообще, вот, просто, например, можно семье прожить на эту зарплату? Мне кажется, нет. Ну, да, я думаю, хватает. Ваша зарплата совпадает с теми цифрами? Да, да, совпадает, да. Мне кажется, что 1040 должна быть, как минимум, зарплата. Вот. У меня получается 1025. Но это все равно такое, мне кажется, это ниже среднего уровня. Вам хватает этих денег для семьи? Ну, поесть, попить хватает. Но это, скажем, только вот, чтобы выжить и все. Ну, да. Вполне хватает, чтобы прожить здесь. И все нормально. То есть, ваша зарплата соответствует? Да, меня все устраивает, я могу здесь прожить. Нет, конечно. Вообще не соответствует. Ни одно, ни второе. А почему? Можете объяснить? Ну, потому что в реальности зарплаты совсем другие у нас. Действительности, может, и соответствуют. Но цены сейчас очень сильно выросли. А зарплата пока, к сожалению, остается на том же самом уровне. Хотелось бы, конечно, чтобы она была выше. А в целом, а можно ли семье прожить на эти деньги и достойно встретить праздники? Ну, если постараться, то можно. Ну, эти деньги прожить нельзя, это 100%. То есть, ну, у мужа у нас как бы 30 тысяч, но мы тоже на них. То есть, невозможно прожить, потому что в большинство идет ипотека. Ну, это минимум 15. Плюс оплата за коммунальные. Ну, остается прожить 15 тысяч, ну, как бы, в данное время невозможно. 25-30 тысяч нормальный мужик всегда может заработать при желании. Что еще? Какой вопрос? Если много детей, сейчас за ребенка за каждого платят рублей по 5, по-моему, да? Так что жить можно при желании и нужно. 50-80, это уже что-то. От чего-то можно двигаться. Тем более, если семья какая-то есть. А если ты один, если одному не хватает. А как жить с семьей? Это не жизнь, это существование. Я так и называю, это существование. То есть, по этому городу-убийску, это неправильные мерки, неправильное законодательство. Надо менять что-то в корне. В действительности это не соответствует. Семье из двух человек, вот мы двоем прожить, но это невозможно. Ну, как их может хватать, если это не так? Все? То есть, вы не получаете такой зарплаты? Нет. Я работаю на крупном предприятии. Я считаю, что нет. Ну, в общем, я, конечно, не знаю, какие зарплаты сейчас на предприятии, но у меня зарплата гораздо меньше. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, нет. Если, тем более, семья состоит даже, плюс отец, мать и двое детей, как минимум, у большинства, то это очень мало. Коммунальные услуги очень дорогие. Проезд в транспорте постоянно дорожает. Цены в магазинах растут. Поэтому это нереально. Это взято общее. Зарплата директора и зарплата рабочего. Соединили, разделили пополам и все. Вот из этого, наверное, и состоит зарплата средняя. Ну, живут же как-то люди, выкручиваются. А что делать-то? Какие-то дополнительные, наверное, заработки. Где-то что-то как-то. Бабушки, дедушки помогают. А как иначе? Это была программа «Я в Биске. Есть мнение». Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.